Всем привет! Продолжаем освещать мною события турнира Рим-2. 1-8 стадия финала и сошлись в поединке соклановцы Аларих и Клейтон. А это оконные какие-то черти заслебал. Блин, терпеть не могу голых мужиков. Вот эти в кафтанах еще как-то прилично смотрятся, а эти все остальные как-то не это. Показать просто отряд. Вот они такие копейные товарищи. Кидают они эти копейки. Кидают нехило, скажу так. С неплохим уроном. 32. Неплохо. Итак, за Тилу. Я, насколько понял, игроки, если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. По правилам там идет бан фракции. И поэтому мы на этом вот чемпионате Рим-2, ну, по крайней мере, не то, что на этом, в отличие от других, потому что про другие я как бы шибко не по курсу, скажем так. Вот как-то, что там было. И бан этот фракции приводит к тому, что оставляют себе сильные фракции. Поэтому мы часто видим Рим-Арверны, вот там, да, от Тила-Свебы, там, и... Либо там средние фракции против, там, средних фракций, там, Афина-Сиракузы, там, ну, что-нибудь типа этого, скажем так. Такая вот особенность. И карта Армавир. Замечательно. Просто шикарно. Замечательная карта. Очень она мне нравится. Для тактических всяких построений у Вова каких-то она прям идеальный вариант. Помню, бился я тоже на этой карте против Тила, кстати, бился Карпом. Вот, на том же чемпионате России. И очень здорово, как бы, нравилось мне здесь играть. Вот тут на его слона, как сейчас, помню, перегрели. И все на этом. Итак, конные налетчики. Два за Тилу. И еще два на левом фланге при поддержке копейщиков. Три крестьянина на Вабранцах мы видим за Тилу. Четыре кельских прашника, если я не ошибаюсь. Да, четыре кельских прашника. Воины племен. Пресегнувшие через один стоят воины племен. Нет, воины племен. Тресегнувшие и воины племен. Итак, раз воины племен. Два. Три воины племен. Четыре воина племен. И два присегнувших. Ну, то есть такая убойная мечная линия, на самом деле, за Тилу-то, по крайней мере, против Свебов. Я думаю, это зайдет. Кроме этого, вот мне интересно, наемные фракийские пельтасы. То есть очень много стрелков взято за Тилу. Наверное, это обусловлено тем, что много легких отрядов берут вообще, в принципе, за Свебов. Вот сейчас мы маленько сдвинемся по времени и посмотрим, что много берут легкобронированных отрядов, тех же берсерков, давших там вот клятву крови. Ну, здесь вот мы видим исключения, да, вот мастера меча. Раз, два, три. Наверное, будет четыре все-таки мастера меча. Ну, не сказать, что будут прям... Да, они бронированные, конечно, эти товарищи, но расстрелять их можно. Ну, а пока обратим внимание на германских всадников-разведчиков. Их-4 на левом фланге Свебов. Карта Армавир. Замечательно. Молодцы игроки, которые меняют вот так вот карты. Не ломятся там на эти равнины. Так, а где у нас засадный отряд? Вот он, засадный отряд. Один. И засадный второй. Ну, сейчас его спалят. Его, скорее всего, уже спалили. Нет, еще не спалили. Интересно так вообще наблюдать. Ну-ка, ну-ка, успеет, успеет. Тащит, тащит их вот сюда, вот в лесок за пригорок. Под пригорок, вернее. Да, да, их по-прежнему не видно. Ха-ха, интересно как. А что встали-то? Что встали-то? Сюда вот в лес, короче, и нормально. Тут вот на этих пригорках в лесах биться вообще просто кайф. Да, и вот еще одна эта засадная группировка. Она вот сюда вот спокойно может выйти и шороху наделать. Прям как эти, кто они? Казаки Давыдова при Бородино. Ну и что-то не хотит нам Клэй там показывать свой состав засвебов. Такой нет, не покажу. Ха-ха-ха. Ой, пардон. Ну ахо посмотреть-то хотелось бы. Ну тогда ускоряемся, извините. Когда его будет видно-то? Так, 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 так. Давайте исходить из того, что есть. О-о-о, посмотрите, как запопадают конные налетчики. Сейчас в четверых войдут. Ну-ка посмотрим, что там. Да, наверное, конные налетчики-то пободрее будут, пободрее. Да, 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 да вообще пободрее эти два. И если сейчас еще крестьяне-новобранцы тут успевают кинуть, да, они успевают кинуть пилом. Смотрите, на паузе как раз четко видно, вот они, эти полоски летят. И сейчас германским тут спину прилетит. Ну, я думаю, и проща здесь уже может дотянуться. То есть уже начались боевые действия, но еще состав не видели. Итак, копеечки-новобранцы. Раз, два, три, четыре. Первая линия. Вторая линия. Это германские юноши. Лучники, я так понимаю. Да, четыре. Ну, да, набрал стрелков тоже. Ну, тут деваться некуда, заседал. А, новобранцы с дубинками, обалдеть. Ну, правильно, после четырех мастеров мяча какой-то хоть и может идти речь. Ну, все-таки, наверное, напрасно. Четырьмя, таких же шестерых, по сути, перерубить практически невозможно. Даже при огневой поддержке. Ну, и правильно делает Аварих. Аварих отходит, он смотрит, он что здесь, как бы, такая шайка, которой, в принципе, мастера-то могут зайти. А вот берсерки здесь еще, еще генерал, знатные всадники. У-у-у, еще кавалерия легкой всадники-охотники. Ха, на всадникам-охотникам. Их видят, нет? Вот, неинтересно, нет, не видят. Ну, а здесь, между тем, на левом фланге Свебов увидел клетом, что запопадает его Кава. Да, потеряла она. Сколько потеряла? Сейчас посмотрим. Один отряд 22 потерял, другой 19. Ну, нехило. Я бы даже так сказал. Ну, и вот вам опять атакующий и так далее. Ну, ладно, раз уж здесь есть атакующий защитник, скорее всего, защитник здесь Авариху на 100%. И особенность карты, вот обратите внимание, она вверх. То есть Свебам придется все время идти вверх. А не считая вот этого пригорка, который можно использовать просто для молниеносной сильнейшей атаки. То есть фланг, левый фланг. Наверное, зря Свебы все-таки вот так стоят. Надо туда сдвигаться. Надо уходить направо. Прям вообще всей толпой. Прям всей армии. Так, где эти разведчики тут гуляют? Вот они, четыре. Ну, попали, да, бедолаги, всадники и охотники. Они тут конкретно вообще под раздачу. Очень здорово сыграл один засадный. И прекрасно сыграл вот этот вот второй засадный, который ушел туда. Ну, правильно, как бы, сосредотачивает Аварих здесь этих товарищей. Поскольку понимаем, что здесь наверх ломиться нет никакого смысла абсолютно. И та перестрелка, которая сейчас идет, она на руку прежде всего Тили. Так, 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 куда побежали воины племен? Куда-то побежали. Да, да, крестьян надо сюда выдвинуть. Так, здесь крестьяне-новобранцы. На копейщиков-новобранцев. Ну, и тут сверху. Да, получается, что этот фланг, он дальше выдвинут. На нем, в принципе, как бы, больше сил, которые могут зайти. Посмотрите, и в тыл ударить, и во фронт ударить. И кавалерия может здесь сдержать, если что. И не пустить к своим стрелкам вражескую кавалерию, если таковая вдруг найдется. Очень здорово на правом фланге копейщики-новобранц кинули пилами. Но, как бы, это сильно не сказалось на балансе сил здесь. На правом фланге, в принципе, пока паритет. Тила отступает. Свебы пытаются наступать здесь. Выйти в тылы. Но ничего у них пока не получается на данный момент. Вот. И да, пожалуйста, вот идет с перегорка. Замечательно. На кого? На новобранцев с дубинками. Всех четырех. Так, ну, и кельтские. Так, это прашники. А где у нас пельтасты? Пельтасты. Мордасты. Это не южные. Ну, где-то они есть. Вот они, наемные фракийские пельтасты. Блин, сорок один урон. Нифига подходят они. Да, да. Всех фокусит. Генерала. Ой, ой, ой. В спину выхватывают знатные всадники. Обалдеть. Да, тут же кава быстро. Бац, бац. Генералу накидать. Не, ну, здорово, здорово. Клейтон, посмотрите, блин. Сиськи мял. Извиняюсь. Здесь на фланге, мол, все, меня здесь разбили. А сам, посмотрите, уже вылез в тылы. Но в ближнем бою-то нет. Они, конечно же, сольются. Ну, и так, слегка кайтит здесь. Аларих отводит он свою тилу. И будет ржачно, если Аларих играет за сфемов. Хе-хе-хе. Такое случается иногда. Комментишь, комментишь. Потом бац, короче. И не за тех, короче, болел. Или там не за тех комментировал. Ну, вот рано выдвинулись эти воины племен. Посмотрите, присяга-то еще стоит. А воины племен выдвинулись рано. Очень здорово здесь через лазеечку проходит генерал. Ну, наверное, я бы все-таки вот долбанул этих германских. Хотя опасно здесь германские эти разведчики. Они по радиусу, что получается, они не достают до генерала. И генерал заходит в спину генералу. Да, все-таки более разумное решение просадить генерала. Свепского. Ну, и тут синь-то уже не остается у Тилы-то. По большому счету. Хотя, вот здесь вот у нас воины племен, да, разбирают новобранцев с дубинками. Здесь присягнувший целый отряд. Мастера меча просаживаются. Да, их стреляют. Нет, не их стреляют. Все-таки легкобронированные отряды, прежде всего, стреляют. Здесь воины племен еще мал-мал держатся. Здорово заходят конные налетчики. Просто шикарно они заходят. Германских этих юношей заходят в германских всадников с разведчиками. И один в два они просто разматывают. Да, всадники-охотники. У них бонус-то этот есть. Но здесь у нас наемные фракийские пельтасты. Им только дать залп. Если у них еще есть боеприпасы. Да, есть их. И хана сольются они сейчас. Очень здоровское. Посмотрите, верное, какое решение на микроконтроле принимает сейчас. Ларик бьет он на стенах меча. Поскольку видно, что воины племен практически были уже просажены. Да, и решает он выйти в тылы и уничтожить элитку. Элитку в то время, как Клейтон разменивает время и свои ходы, так сказать, на стрелковую составляющую. Тем более, наемные фракийские пельтасты. Ну, вытаскивает из них. Протаскивает, по сути. Не знаю, у кого какое отношение. Мастера меча тут что-то заблудились на пригорке, бедолаги. Ой, Экельская проща как выхлёстывает. И да, посмотрите, все-таки воины племен выстояли. Присягнувшие выстояли, нехило выстояли. Расшугали. Да, все-таки в какой-то момент весы качнулись в пользу съебов. Но, тем не менее, удалось Акеле эту ситуацию чисто на микре. Ну, и опять-таки, это же сработало, прежде всего, то, что на пригорочке вот эта брача стояла и постреливала. Причем постреливала нехило. Да. Я так понял, признаю поражение. Ну, здесь, что смотреть. 1300 и 900. 400 разница убитых. Ну, что у нас. Да, два мастера меча. Да, сыграли знатные всадники, неплохо сыграли. Не суть важно, там кого убивали. Один копейщик на лампы ради сыграл. Берса вообще, это где-то 38. Ну, это очень мало для Берса. Да, германский юношек, блин, второй раз забивает. Это же пельтастый, что-то им задавиться. Германские прашники еще здесь были. Ай-яй-яй. Ну, эти еще и живые остались. Танкующий юнит, по большому счету. Присяга целая осталась. Посмотрите, один под 200, другой за сотни и целый. Генерал прекрасно сыграл 116. Ну, в общем, мечи порубали. Два военноплемян ушли под этих вот мастеров меча. А остальные-то как бы и сыграли. Еще и два отряда целые. Стрелки, да, но отряды полные остались, пусть немного. Кавалерия отлично сыграла. Для легкой Кавы это прекрасный результат. И здесь Кавалерия не сыграла. То есть, как бы, вот такой вот первый бой у нас. За Галатов, Аларих. Ну, вот опять-таки, да, видите, какие фракции. Армения, да, со своей ударкой. Галатия со своими этими галатскими легионерами. И с Каппадокийкой там. Вот, Армения с топорниками и с Катафрактами. И со своими стрелками, да. Вот мы видим здесь шесть стрелков аж у Армении. И карта у нас что? Ну, типа, не метацена, наверное, да? Да, не метацена. Тошлотворная не метацена. Итак, фланги Галатии. Это галатские разборники им два. И при поддержке галатских копейщиков левый фланг идентичный. Центр представлен двумя крестьянами-новобранцами. Да, копейщиков, да. У нас два крестьянина и два галатских. Ну, вот галатские копейщики так-то они нехилые, ребята. Против кого они входят здорово. Галатские мечники два. И у нас четыре галатских легионера. Кроме этого, наемные сирийские лучники. Кстати, один кельтский прачник. Вот за галатию, в принципе, собирая билд при четырех одинаковых, вполне можно позволить себе двух наемных сирийских лучников. И при двух каппадокейках, в принципе, этого достаточно, имея четырех стрелков. То есть, по каве не бедная, но при этом, что копейный генерал, можно дать контру вообще, законтрить любую кавалерию соперника. Вообще, просто кавалерия соперника. Но, тем не менее, так стоят, переругиваются соперники. Кто кого переругает. Да, мы же видим весь состав сейчас. На две части делит клейтон свою армию. Да, но у него как бы симметрично получается. Восточные прачники, восточные прачники. Это правая часть армии, правый фланг, при отсутствии центра. Левый фланг это лучники. Кроме этого, правый фланг представлен восточными копейщиками 2. За ними компактно расположены топорники. Хотя, они не совсем еще компактно, наверное, да? Но, тем не менее. И, восточные катафракты, два восточных катафракта. Замечательных, два таких кулака кайтовых. Восточные лучники, как я уже сказал, восточные копейщики. Левый фланг. Картлийские топорники. Да, то есть, левый фланг у нас посильнее. Царские катафракты и восточные катафракты. Царские катафракты это генерал за Армению. Для тех, кто подзабыл. Или для тех, кто знает. Так. Ну, и что у нас? Ну, понятно, что эти... Комные пельтастые, они... Ну, ясно. Их основная цель это каты. Здесь, как бы, с валютой, как говорится, дело светлое. Ее надо скупать. Если у вас есть на что. А не хранить и сберегать на кассе. Да, с флангов стянуты копейщики в центр. О, посмотрите, как уже соединился армию Клейтон. Очень интересно. Такой у него сразу могучий лак образовался. Не два каких-то там маленьких... Ну, не то, что каких-то, не два фланга. Да, посмотрите, как здорово. Экранирует он восточными копейщиками тылы свои. И восточными лучниками при поддержке восточных прашников. Левый и правый фланг тыла он прикрывает. И идет стрелять. Да, четыре. Но не такое уж и превосходство, в общем-то, в стрелках. Если бы шесть, да, вот как бы были обращены сюда. И можно было стрелять. Поэтому не знаю, для чего вот этих вот. Ну, наверное, восточных бы чуть дальше как-то. Возможно. Возможно. Ну, все-таки шире стоит Галатия. И есть у нее маневр кавей. Ну, в принципе, есть маневр кавей. И... О, пошли каты, каты, пошли. Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим. Давайте, давайте посмотрим, удастся ли им, нет. Не, ну это себе дороже. Ну, реально себе дороже. Вот этих вот, ну, реально себе дороже. Если успеет еще поражать сейчас здесь Аларик эту обилку. На противодействие каве. Ну, я так смотрю, он ее не прожимает. Обычно зелененький. Ой, каты вообще встряли, бедолаги. Ни за что потеряли. Ой-ой-ой-ой-ой. Не дает стрелять вообще. Вообще не дает стрелять по факту. Аларик, блин, своими галатами. Вот отряд не стреляет. Вот только два отряда стреляют из шести. А, нет. Ну, вот третий и четвертый, да, еще пытаются что-то изстрелять. Да, да, Гену сюда, под Гену. Все, блин, эти копейщики, галатская знать, это просто звери копейные. Это чуть ли не когорта святого орла за этого, кто, блин, за Карфаген. Ну, и совершенно напрасно вот эти вот каты сюда бегут. Зачем? Непонятно. Здесь топорники, топоры здесь должны быть. Катами тоже чаржить нужно здесь уже все это хозяйство. Хотя здесь стрелки-то вот восточные опорща очень здорово отрабатывают на самом деле. Да, вот галатская знать заходит на Гену. Ну, все, хана, гений. Здесь каты обстреливаются уже галатскими этими разбойниками. Блин, ну неудачно как-то для Клитана сложилось вот это вот вхождение в бой. Кабадакийка ударила, отошла. Правильно, что здесь это самое, когда есть вот эти два товарища. Восточные лучники. Вот куда они куляют? Копейщики, понятно, здесь слились. На левом фланге восточные катафракты выхватывают от стрелков. Но, но, голый-голый левый фланг. Угалатии, да. И очень здорово. Сейчас можно здесь прочаржить восточными катами. Да, вообще всю стрелковую составляющую можно сейчас просто-напросто вынести. Тем более, если здесь протягивания разрешены. Нужно вообще вот так вот просто как асфальтовым катком пройтись. Да, нет, ну смотрите по итогу. Да что, галатские местники-то выхватили в тыл и галатские легионеры чаржат царских катафрактов и бегут. Ну, галатскую знать-то. Да, ее можно не вытаскивать. Хоть картлийские, хоть какие топорники. Но удалось это дорогой ценой. То есть удалось сдержать пехоту на правом фланге Армении. Но ценой потери генерала. Я думаю, его сейчас добьют. Да, его добьют. За него и Каппадокику отдать не жалко. Которая, тем более, здесь уже в тыл чаржат картильских топорников. И просто-напросто заваливает правый фланг Армении. Просто бескомпромиссная резня там состоялась. Ну и по центру, по центру тащит галатия. Причем тащит капитально. Сейчас вот эти галатские легионеры, они дорежут все, до чего не дотянулись. Они не чем-то узитанскую знать напоминают. Хотя та, конечно, уж совсем зверская. Да, посмотрите. И топорников галатская-то знать здесь сливает. Причем она вообще ничего не потеряла. Семь всего лишь бы не потеряла бойцов. Ну не дали пострелять Армении. Не достигну цели. Вот Вилд Клейтона цели не достиг. Не дал ему Аларих разгуляться. То есть цель-то была отстреляться. Вот сейчас за Армению посмотрим результаты. Сто процентов стрелки ничего толком не набили. Там в районе тридцатки будут эти стрелки. В лучшем случае. Понятно, добиваются уже здесь Армения. Здесь, как бы сказать, нечего. Полное окружение, разумеется. Исход предрешен. Да, вот она, Кава. Кава затащила. Вообще конкретно затащила. Причем вся Кава. Вот эти вот. И галатская знать. С учетом того, что отряды еще полный. Кава просто затащила. Галатик конкретно. Потому что наемные сирийские так ничего не постреляли. Повыхватывали они от Катов. Каты их вообще прям здорово. А здесь вообще не сыграло Кава. Один отряд. 125. 80 для восточных катафрактов это не сыграло. Вот за 125 еще мал-мал. Ну, неплохо сыграли топорники. Я бы даже сказал, хорошо. Каждый по сотне. То есть в среднем все за сотку вышли. 400 набили. Так, ну и 1000, да? 67. Ну, грубо, порядка 300. Разница убитых. Блин, много, много. 200 уже много. Там еще сотня, как бы, можно побеждать. Даже 150, да? При разнице. Ну, когда 200 и 300, это уже тяжело. Нет, ошибся я маленько. 56.1 стрелок набил. И второй 40 набил. Ну, 2 из 6, как бы, это... Ну, мы видели бой. Галатские легионеры, конечно. Не сказать, что были выдающиеся результаты. Вот два, по большому счету, сыграли. Но затащила Кава. При том, что отряды-то еще целые некоторые. Да, все они целые остались. Итак, третий бой. За Гетто Фаларих. Опять Варвары. Третий Варвары. За Египет Клейтон. Я не знаю, что за Египет. Против Гетто вбрать. Так, Умурсис. Да, знаем такую карту. Ну, да, слона брать. Что еще? Двух вот этих вот дьяволов. Ну, да, как минимум. Бали, ну, тут все у Лисы. Я не знаю, как комментировать. Тут вообще, как бы, можно убрать этот Лесто. Пардон, быстренько. Давайте глянем, что тут так это. Что у нас это? Графика, да? Вдоб настройки. Местность, местность. Кровь. Тролевали. Почему-то вот три он видит, а четыре не видит. Ну, не знаю. Трава. Прозрачность травы вот включена, да? А прозрачность деревьев. Где вот оно есть? Деревья. Ну, здесь нету того, чтобы... Блин, ну, ладно. Трудется так как-нибудь. Ну, давайте по составу гетов пробежимся. То есть, снова мы видим гетов. Это четыре всадника с луками. Карта, кстати, нормальная. Есть подобная карта, кстати, даже в Карле. Прямо вот очень похожая. Забыл название. Копейщики. Копейщики. Вторая линия. Ну, это знатные мечники. Раз, два, три, четыре знатных меча. Обалдеть. Правая часть более слабая. Это наемные топорники. Но их поддерживают сырпоносцы. Отличный выбор. Всадники с копьями. Если зайдут, то здорово. Вот эта вот связка. Она может сработать любой вообще. Ну, и дакийские тяжелые, дакийские лучники. Четыре штуки. Еще два всадника с копьями. Да, дакийские лучники. Дакийские тяжелые. Два дакийских тяжелых и два дакийских лучших. Когда ничем. 35 урон. Здесь 35. Чем они отличаются? А, по броне. Эти 30, эти 10. Ну, понятно. Скорострельность одинаковая. Так. И противостоят Египет. Всему этому делу. Бедолага Египет. Нубийские копейщики. Нубасовские, по сути, да. Бедолаги. Четыре. Галатская царская гвардия по одному отряду на флангах. Кроме этого, вторая линия это египетская броща. Их три. Кроме этого, галатские мечники в количестве четырех. Африканские слоны. И египетские копьеметатели. Это что у нас тут? Пехотинцы, да. Пельтасты. И Ктолемеева конница. Ударка. Ого. Какое интересное. Каким-то чудом мы увидели весь состав Египта. Я так понимаю, это весь состав. Ну, а теперь атакующие... А, или... Что там получается? Да нет, атакующие, наверное, египет. Ну, мог с ним. Все, ломанулись. Геты на эти процентские высоты. Одну, вернее, высотку. Ой-ой-ой, голландская царская гвардия. Нет-нет-нет-нет-нет. Нельзя, блин, она должна же шифроваться. А, нет-нет-нет, Торентийка. Точно-точно. Три отряда Торентийки. Да-да-да-да-да-да. Вот они-то могут загнать этих всадников суками. Да, всадников суками урон нехилый. И это... Но догнать бы их, короче, и выщелкнуть сейчас. Да, но они дают возможность царской гвардии отойти. Конечно, конечно, конечно. Вот он, засадный отряд. Здорово сыграл. И во многом он спас, скажем так. Так, где слоны? Мне интересно. А вот они слоны. Тяжелые. Но они не бронированные. Броня всего лишь 30. Блин, я не знаю, как они должны зайти здесь. 6 стрелков здесь. Вернее, что у нас получается? Все всадники с луками 2. Да, там 2-4 всадника с луками. И 6 докийских лукарей. Блин, они не дадут слону собирать. Я думаю, здесь Египту жить осталось 4 минуты. Просто ему, как фракции здесь, нечем ответить, скажем так. Да, посмотрите, все, слоны. И причем они впадают в боевый раж. Они топчут своих и топчут галатскую царскую гвардию. Капец, блин, как жалко. Как жалко. Да, бедолаги дохнут, да. Все, они причем убивают-то своих. Вот они сколько набили. Да, они слегка тут знатных мечников цепляют. Но это все, конечно, не дело. Они по галатской царской гвардии тут прошлись. Кого их тут осталось? Уже 69. Да, здесь что, бешеный обстрел со стороны гетов. То есть геты здесь сыграли просто как кайтинговая фракция. Хотя, в принципе, ну да, кайтинг от 4 знатных мечников. Ну а что, 10 стрелков, если я не ошибаюсь. Как это еще назвать? Ну, достаточно универсальная фракция. Да, Торинькийка вот прибежала, и Нихила прибежала. Можно, да, она может зарешать этих товарищей. Но поздно прибежала. Когда слонов уже пригрели. Все, уже слоны уже мертвые езжат. Уже можно боржоми и не пить. Ну, здесь с левого фланга просто нечем Египту защищаться. Поэтому геты здесь разрывают бедный Египет на части. Ну, и не на Клейтона, конечно. И так, в упорном поединке идет Аларик дальше. В одну четвертую. Не знаю, по-моему, там нижняя сетка тоже предусмотрена. Время 2. Подвал этот я категорически пробовал. Прям категорически. Проще за это же время будет организовать, быстренько сыграть и организовать еще один турнир. У всех разные обстоятельства. Поэтому это не в упор сказано. Так. Ну, даже не буду, наверное, анализировать. Как бы все было у нас перед глазами. 40 убитых гавацких мечников. И все на этом. К сожалению, да, Египет как фракция, тем более в лесу. Он очень тяжело ему. Так, да, 4-8. Не 10-8, а у корей. Стрелковых, вернее, отрядов 8. Ну, в любом случае, губ гейм. Спасибо за внимание. Турнир продолжается. Кстати, если кто до конца досмотрит ролик и имеет выход тех, кто 2 на 2 уже сыграли, ну, скиньте что-нибудь. Охота 2 на 2-то покомментировать. Это очень тяжело, на самом деле, комментировать 2 на 2. Особенно вот одному, да. Но я бы очень хотел. Итак, всем пока.